А вот наркоторговцы, похоже, вышли на новый уровень. С недавнего времени распространители синтетических наркотиков активно используют высокие технологии, включая соцсети и электронные кошельки оплаты. Борцы с наркобизнесом признаются, что им приходится шагать в ногу со временем, чтобы пресекать такие преступления. Марат Такулин с подробностями. На какие только ухищрения не идут преступники ради легкой наживы и мечты остаться безнаказанным. Высокие технологии и развитие интернета лишь на руку распространителям наркотиков. Правоохранительные органы бьют тревогу. Накануне в Южной столице были обезврежены две группы лиц, реализующие губительные смеси. Они использовали сложные комбинации приема заказов, а также их оплаты. Киви-кошельки у нас являются центром в России. У нас имеются филиалы, но филиалы тоже этих киви-кошельков полной информации не могут дать. Приходилось делать запросы в Россию. В общем, это все заняло определенное время. В результате сложной операции, которая длилась более трех месяцев, борцы с наркобизнесом задержали 11 человек в возрасте от 20 до 35 лет. Это посредники, а также потребители синтетических средств. У них были изъяты таблетки, экстази и кокаин. Примечательно, что преступники оказались высокообразованными. Многие из них в свое время учились в странах Европы и Запада. 65 тысяч, 140 тысяч. Откуда у вас? Продал. Что продали? Таблетки. Таблетки? А конкретно какие таблетки? Наркотические. Наркотические, да? Кому продали? Не знаю. Оперативники уверяют, что наркодельцы живут по определенному графику. Работают предпочтительно в выходные дни и только по ночам. Связываются с клиентами посредством таких приложений, как Viber, WhatsApp. А с недавнего времени перешли на новый вид закрытой переписки – ICQ. Эта система имеет более высокий уровень защиты. Что за таблетки? Ну, я не знаю, из чего они состоят. Вы сами употребляете эти таблетки? Ну, иногда употребляют для себя, приобретают. Как они называются? Просто таблетки. Вы просто таблетки же не можете употреблять. Вы же должны знать, что вы употребляете. Ну, называют их как экстези. Несмотря на то, что наркодельцы используют так называемых разовых людей, сложный механизм распространения был раскрыт. По данному факту возбуждено 4 уголовных дела в отношении организаторов, посредников и потребителей наркотиков. Марат Токулин, Саната Монгалиев, Информбюро, Астана.